В.ЖМБА и подруга с Киева пишут о больших перебоях подачи света и воды. Бедные люди, но они держатся, верят в победу Украины. Украина по факту она и побеждает. Она все равно побеждает. Идет освобождение территорий. То есть Россия никуда не смогла ничего сдвинуть. И понятно, что там готовится какое-то российское наступление. Не зря же они этих чмобиков набрали и ловили по всей России. Но на данный момент шансов особых для России не проглядывается. Но населению могут сильно насолить. Это правда. Могут и будут жертвы, будут старики, которые... А как они обогреются в этих квартирах? Будут, возможно, какие-то больные на ИВЛ, которые на вентиляции легких им может поотрубать. Или во время операции. Будут младенцы в роддомах убиты. Ну вот это вот такая идея у Путина, что раз я не могу вас победить, я вам устрою геноцид. Я просто поубиваю как можно больше мирных граждан. Ну да, к этому идет. Что могу сказать? Вот. Так оно и есть, к огромному сожалению. Здесь все верно, вы пишете. Вот. Да. Но, кстати говоря, вот еще один момент, который стопроцентно показывает слабость Российской Федерации, это, конечно, то, что произошло с зерновой сделкой. Это, конечно, поразительно. То есть, как написал сегодня Аристотий, достаточно было одного подзатыльника от Эрдогана, чтобы Путин вернулся в сделку. А сколько пафоса было, да? Ну, напомню предысторию. Украина размудохала, значит, флот, Черноморский флот. Причем, что удивительно, прямо, прямо на, как бы, стапеле, там, прямо в бухте Севастополя. Это было, конечно, для них абсолютный шок и кошмар. Вот запустил такие вот лодочки управляемые, вот, беспилотные. Набило их. Копейки стоят. Ну, не дают нормального оружия, да, сейчас дальнобойного. Ну, окей, вот украинские умельцы, там, взяли лодки, набили их, поставили туда просто какую-то систему, там, управления, как на детских игрушках этих. И все, и отправили. И серьезным образом повредили этот Черноморский флот. И в ответ, значит, Путин стал орать, что это они сделали с кораблей зерновозов, ему доложили. Правда, ООН тут же указало, что в момент атаки на Черноморский флот никаких зерновозов, никаких судов по этому маршруту не проходило. Сразу, мгновенно. Ну, там же есть GPS-транспондеры, ты всегда видишь, где корабль находится. Никаких кораблей там не было. Вот, но он, у него истерика, он ножками затопал. Выходим из этой сделки. Официальное заявление МИД, официальное заявление Минобороны. И, типа, вот теперь мы не гарантируем безопасность. На что другие участники этой сделки, а подписана она была между Турцией, ООН и Украиной, говорят, подождите, а мы считаем, что безопасно. А мы считаем, что безопасно. Единственный, кто может эту опасность представлять, это российские суда. Ну, вы же как бы за безопасность. Поэтому корабли продолжат свое прохождение. И они продолжили. 17 кораблей под турецким флагом спокойно вышли. И россияне не посмели их тронуть, просто не посмели, понимая, что разница потенциалов российского флота и турецкого флота примерно в 4 раза в Черном море. То есть, турки, если бы хотели, они бы решили проблему Черном морского флота за час, без всяких брандеров. У них натовские, натовского как бы уровня фрегаты и корветы с дальнобойными ракетами. Там это все решалось бы за одну секунду. И Эрдоган позвонил Путину и сказал, а нам плевать, что ты вышел. Сделка действует. Ты подписал? Подписал? Все. Так не получится. Хочу-вхожу, хочу-выхожу. Как этот Ослик и А. Входит, выходит, замечательно выходит. Так не работает. Ты подписал. Вот. И поэтому корабли двигаются. И это было абсолютно удивление для Путина, что никто не поверил его угрозам. Просто никто. Корабли двигались все равно. И чтобы спасти свое лицо, он заявил, что он возвращается, значит, в эту сделку. Только, пожалуйста, не нападайте на нас с этого маршрута. Меня уверили, что никто не будет нападать с этого маршрута. Хотя и так никто не нападал с этого маршрута. Да. То есть мы увидели, как работает подзатыльник от Эрдогана в отношении Путина. Работает блестяще. Что могу сказать? И еще один миф о том, что Путин якобы регулирует Черное море, контролирует Черное море, был элегантным образом разрушен. Да. Ничего он там не контролирует. Да, они могут выйти в Черное море и запустить какие-то калибры. Это они могут. Но ничего больше они не могут. Потому что любая попытка приблизиться к берегам Украины, это ракеты Гарпун и ракеты Нептун, с которыми уже познакомился крейсер Москва. Любые попытки напасть на турецкие корабли, это, пардон, по шее от турецкого флота. Причем так, что там мало не покажется. А еще и Турция член НАТО. А это повод для всего НАТО там уже войти в Черное море. И как вы, может быть, в курсе, если нет, сообщаю вам, что большая американская эскадра уже выдвинулась в Средиземное море, включая авианосную группу. Авианосную группу. Вот и все. Но подзатыльник наилучшее решение для таких, как Владимир Владимирович Путин. Работает прекрасно. Как только даешь слабину, все, он лезет на голову. Как только получает подзатыльник, сразу, да нет, все действует, мы пошутили, никакого выхода из сделки нет. Мы за мир во всем мире, мы за то, что, значит, африканцы и люди Азии кушали вдоволь. Ну вот, видите как. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.